здравствуйте друзья первый день на работу еду в новом году сегодня 5 января понедельник ну так уже пол двенадцатого я поздно работаю поэтому выхожу попозже хотел случай рассказать много лет назад я занимался страхованием был страховым брокером и это так только начинал все делал по правилам знать как положено по протоколу звонит женщина одна знакомая в общем-то но были общие знакомы она купила дом а женщина такая свободная лет там ну разведенная лет 42 там ребенок собачка симпатичная такая мне постоянно там какие-то отношения возникают там заканчиваются очень такая хороший очень приятный человек и вот она купила дом звонит я и дом застраховал буквально по телефону потому что без страховки дома не закрывается escrow то есть нельзя деньги отдать там всем кому нужно отдать не нельзя нельзя транзакцию закрыть поэтому сначала была сделана страховка а дальше по протоколу нужно приехать сфотографировать дом там снаружи может быть там внутри немножко сфотографировать там скажем под раковиной да вот что там у нее там не гниет ли дерево медная там труба или там допустим резиновый шланг ну и так далее то есть там есть какие-то требования я как положено там по протоколу застраховал хорошо я так все довольны я доволен я и пишу email что мол когда будет вам удобно чтоб я подъехал и домик ваш это сфотографировал это было ровно 10 лет назад и домик ваш сфотографировал не ответа не привета ну а у меня файл открытым не нужно закрыть и так сказать завершить процесс я снова ей пишу город уважаемая когда можно было бы подъехать и ваш домик сфотографирует и она мне пишет михаил нагрузка женщина только по-моему она по-русски мне пизда и говорит михаил она говорит я хочу чтобы вы понимали это на что на данном отрезке моей жизни я не заинтересована в отношениях с мужчиной тем более женатым и я думаю слава богу хоть как-то переписка идет знаете а то так вот на словах то потом не отобьешься и в общем да я это к чему рассказываю что бывает народ странно реагирует вот так так это назовем то есть ты себе думаешь одно а человек в этом прочитывает что-то другое и я это вспомнил не просто так а потому что периодически какие-то такие тоже странные люди с необычной реакции вот например делал я сюжетик там про кубу надо сказать что решение президента обамы восстановить отношения с кубой дипломатические вызвало очень много позитивного в стране и впервые за там много лет а количество людей поддерживающих деятельность обама одобряющих деятельность обама превысило количество людей там процент людей не одобряющих деятельность обама 5 то есть вот это кубинское мероприятие в целом очень блага благоприятно было воспринято страной вот ну и не суть собственно это это было понятно в общем тогда даже с первого момента без того что кто-то голосовал и я собственно об этом вот и рассказал и какой-то человек значит пишет вот значит до чего вы докатились говорит он занимаетесь пропагандой я пожалуй отпишусь эти как я рыдал у нас я я скажу так статистически примерно так и такая картина у нас за месяц подписывается 3000 человек подписывается 1200 то есть грубо говоря 40 процентов вот а соответственно 60 процентов остается ну то вот такая общая статистика да значит 1200 человек месяц отписывается и вот он значит там пропаганда я ну чё пропаганда я вроде так рассказывал ничего такого не сказал тут в случае не заметил там я пропаганда никакой но люди по-своему реагируют на днях значит какой-то человек пишет комментарий такой что граждане другие значит подписчики вот он подписчик могать я уже полтора года подписан на канал говорит он и вот я хочу спросить других подписчиков а это было под видео где мы с анной из техаса беседовали о различиях в менталитете американцев и видимо россиян или там жителей бывшего ссср может быть широком смысле я не помню ну и она вот она как можно сказать американка в душе хотя и из бывшего ссср вот она значит рассказывала как она это видит мне муж американец и вот человек я полтора года подписан на канал и я хочу спросить у других подписчиков а не является ли михаил русофобом я думаю их полтора года значит полтора года смотрел 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 и наконец нет вот он что-то такое пришел к мысли я вспоминаю видео которые вот буквально там пару дней назад делал и она вызвала большой резонанс вот о том что такое умный или там не умный я хочу сказать но умному не нужно полтора года чтобы определиться с тем что кто-то допустим там русофоб или русофил или просто человек мимо шел там не никого не трогал давайте полтора год и большой срок вообще но ничего я я надеюсь что ему как бы в целом на пользу то есть пусть он медленно но как бы поймет о чем наш канал собственно вот я я себя не считаю русофоб никак вообще ничего не фоб и как-то уже в таком возрасте или что ли с таким жизненным опытом что я достаточно потерпимо воспринимаю разные вещи и не ищу способ там уничтожить что-то а еще как бы какой-то взгляд на то как как разные вещи могли бы мирно там как-то устаканиваться то есть сосуществовать я не говорю про экстрим потому что экстрим как бы весь смысл экстрима в мирно существовать но так вот если если у кого-то сомнения там вот я я не знаю вы можете сказать что я вообще там во всем виноват и в ленина стрелял и советский союз развалил и вот если бы мы со светланой не поехали полтора года назад киев так и майдана бы не было я не можно конечно все на нас свалить вот там это я что он там приезжала конфеты раздавала эти а мы-то там целую неделю прожили по крещатику ходили так что тут могло быть серьезное влияние такая жизнь ну что же новый год я вчера снял такой сериалчик небольшой мы гуляли по рио-дел-мар это такое очень знатное место в окрестностях санта-круз поэтому большом санта-круз можно так назвать это не совсем санта-круз это город но мне все время казалось что я уж так вам буду показывал всего что там вокруг этого санта-круз тоже вроде и показать то нечего такого чтобы уже 10 раз не показал но вдруг вот такая ситуация интересная и я подумал что там я вроде не снимал еще поехали прошлись там я надеюсь что вам понравится тем более что там есть несколько замечательных кадров как там голды эти чайки налетели на брошенные полотенца когда девочки пошли купаться и так далее там есть замечательные совершенно кадры армии трейлеры какой-то такой флэйвор по-моему неплохо получилось я я был сам очень доволен а так что же новый год начинается у нас безусловно сериал тут про строительство идет ну уже начался вот сегодня четвертый день я сейчас приеду на работу и подвешу маленький сюжетик я снял после этого строительства у нас будет еще одно строительство там уже собственно все можно сказать готово и ждет пока мы закончим этот проект с нашим домом и потом будет еще один проект уже не с нашим домом так что в стройку углубимся я надеюсь те из вас кто интересуется а для меня совершенно неожиданно что довольно много народу стройка интересуется вроде какой нормальный чек там интересуется стройка если он сам не строитель например то чего его стройка но вот меняется жизнь знать как мы в ссср ничего не строили вот а сейчас народ там строит у кого дом у кого дача какое-то хозяйство появилось это все очень здорово и я надеюсь вам будет интересно смотреть на нашу стройку а так в целом у нас ведь уже за три тысячи перевалило этих видео многие не нумерованные поэтому если по нумерации у нас там что-то 23 сотни там почти там может 24 приближается то по факту их там больше трех тысяч и с номерами и без поэтому мне мало что остается с точки зрения новых сюжетов кроме как возвращаться может быть каким-то темам которые раньше были или сказать вот там допустим то что было два года назад два года назад у нас было там дай бог не знаю может быть там 7000 подписчиков вот или там 6 а сейчас у нас 54 уже почти 55 значит большинство из них наверное этого не видели давайте мы снова на эту тему поговорим там и так далее поговорим но по просто мне бы хотелось чтобы какая-то обратная связь была чтобы не на любую тему говорить она такую которая кому-то интересно вот наверное и все у меня есть еще знаете что у меня есть список человек 15 с которыми договорено интервью произвести но получается так что каждое такое интервью целое приключение то есть нужно конкретно время согласовать куда-то поехать а потому что они не тут не не на пятачке у меня здесь а к ним надо ехать на может быть час туда до час обратно часок минимум переговорить в общем сложно поэтому интервью с местным народом которые здесь давно который как-то уже состоялся там и в бизнесе или там в какой-то профессии у нас у нас много такого запланировано в основном в бизнесе то есть я я понимаю что эту часть мы немножко не додаем то есть мы мало показываем людей которые здесь в бизнесе наших соотечественных в том бизнесе или в ином бизнесе если вы помните у нас было несколько видео с татьяной имена кир она ну как бы турагент да то есть она у нее свое агентство маленькое туристическое но она была диссидентом когда-то ленинграде и там под казе было еще что то то есть такой человек известный на местности и у нас не было там пять или шесть сюжетов и в частности мы договаривались что пойдем в стэнфорд там с ней вместе поснимаем она будет рассказывать вот и тут я был на новогодней партии в одной компании и мы с ней снова столкнулись вот и уже так клятвенно договорились что вот сейчас мы обязательно чуть еще поснимаем с ней по сан-франциско походим мы даже там договорились по времени что это должно быть этот час потому что так скажем два часа или три часа экскурсию никто не выдержит смотреть там на видео вот а мы что-нибудь такой часок про сан-франциско часок там про стэнфорд вот может быть такое будет интересно так что я я надеюсь что ближайшие там может быть месячишка мы несколько сюжетов таких сделаем вообще у меня как бы есть какие-то такие творческие планы но если мы пойдем по моим творческим планам то это будет там два видео в неделю а у нас так статистически идет что-нибудь типа сотня в месяц там может быть сейчас чуть меньше стало я стал делать потому что в эти что получается я раньше там делал много и их мало смотрели а сейчас я делаю меньше и больше смотрят вот если сейчас например там 45000 на видео это обычное дело то когда я делал побольше вот еще там месяца два назад полторы тысячи две тысячи в эти получается что ты снимаешь не ради не ради чего то есть так никто и не смотрится отдача низкая поэтому для нашего дела нужен ваш как бы кинтут дат ваша ваша обратная связь чтобы вопросы чтобы знать что интересует народ я уже извращаюсь как могу там когда вопросы какие-то задают и вроде уж такой вопрос не знаю что с ним делать но я начинаю придумывать как вот этот вопрос развернуть во что-то такое о чем и рассказать было бы интересно и может быть послушать было бы интересно так что не знаю в общем чем дальше с тем сложнее с темами так что вот ребята значит на вас дополнительная нагрузка спрашивай отвечаем вот уважаемая редакция нам пишут 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 в редакцию вот я с большим удовольствием читаю письма и иногда бывают такие что плакать хочется иногда бывают такие что целая история жизненные такими громадными текстами и даже не знаю что с этим делать то есть иногда как бы люди ждут ответы иногда просто рассказывают не дожидаясь ответа просто хочется выговориться я я я хорошо понимаю это и что делать я думаю этот год 2015 будет во многих отношениях хорошим годом не только в смысле употребления там большего количества икры или там я не знаю что запеченные картошки в сыре но в смысле может быть более такое философском есть о чем подумать понимаете много лет ничего такого глобального не менялось в мире а сейчас меняется и вот эта ситуация с нефтью и с газом и так много компонентов у этого всего так много завязано я вот смотрю например там Саудовская Аравия да у них с одной стороны себестоимость добычи нефти очень низкая то есть смехотворно низкая вот поднять нефть наверх там 5-6 долларов там за баррелл ну конечно ее еще доставить надо но все-таки очень низко то есть даже если бы они по 20 долларов продавали они были бы с хорошим плюсом но дело в том что у них в стране в Саудовской Аравии социальные программы невероятные то есть там бесплатное практически бесплатное образование для всех а там много молодежи и не только в стране образование но и на западе они могут ехать учиться медицина и вот когда арабская весна вот это шла и сносила монархии сносила всякие режимы злобные и Саудовская Аравия ответила тем что в 2011 году они там на полторы сотни миллиардов там предложили вот эти программы и как бы контракт с населением ну такой неписанный состоит в том что мы не бузим а вы обеспечиваете и получается что вот они сейчас бюджет верстали на следующий год исходя там по-моему из 60 долларов и у них 40 миллиардов нужно доложить из резервов у них есть резервы не то чтобы у них не было но я хочу сказать 40 миллиардов это при 60 то есть по 20 долларов они никак не смогут продавать это совершенно невозможно ну то есть они могут может быть там я не знаю если нужно удушить кого-то там иран и они могут это делать там какое-то время непродолжительное но в общем и в целом это абсолютно неприемлемо то есть им нужно пояса затягивать и затягивание поясов значит чревато социальными какими-то конфликтами то есть к чему я говорю что меняется мир вот того мира больше нет в котором там был опек опек все контролировал значит раз два три увеличили добычу снизили добычу цена более-менее стабильная и вот эта стабильность в общем-то всех устраивал но тут смотрите что творится поэтому я думаю много-много всяких перемен будет очень динамично и будет время и с той точки зрения что мы больше должны понять о себе о мире в котором мы живем я думаю что 2015 год в этом смысле будет очень интересным годом так что счастливо ребята я приехал на работу пойду вывешивать видео о строительстве счастливо ну 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 Субтитры подогнал «Симон»